Тихонько по медицинским журналам информацию, что якобы употребление вина, пива, выводит из организма радионуклиды и тяжелые элементы, то есть против радиации. Наши тут же ухватились, вражьем пятая колонна, она работала у нас все время, и они ввели на подводных лодках вино. Ввели вино на атомных подводных лодках, ввели вино на атомных электростанциях для всех операторов, их помили. В результате, когда Чернобыль грех и грохнул, выяснилось, что около 25% всех операторов алкоголики сидят за пультами атомных реакторов. Когда же Чернобыль рванул, опять пошло, и начали в Чернобыле людям давать алкоголь якобы для противодействия радиации. В чем тут дело? Дело в том, что у человека, у человека, эти все элементы радиоактивные накапливаются в лимфатических узлах, они у нас под мышками и в паху. И они, если человека начинать звонить, обзванивать датчиком, сразу видно, что идет звон самый большой именно в лимфатических узлах. Если человеку дать употребить алкоголь, то алкоголь разгоняет эти радионуклиды по всему организму. И концентрация этих радионуклидов в лимфатических узлах резко уменьшается, звенеть меньше. Но они при этом начинают отравлять мозг, сердце, печень, все жизненно важные органы. А когда похмелье проходит, они снова все собираются в лимфатических узлах. И поэтому, это величайшая ложь о том, что алкоголь выводит радионуклиды, у нас в 96-м году в Новосибирске проверили всех чернобыльцев. У нас управление строительства СИП-академстроя, это гигантское управление, возводило саркофаг. 11 тысяч человек прошли в Новосибирск через Чернобыль. Им все выдали удостоверение, льготы, деньги платили. А в 96-м году, 10 лет спустя, выяснили, что их уже в 1040 появилось. То есть, в фальшивых появилось очень много удостоверения этих льготников чернобыльцев. Их начали перерегистрировать. Их перерегистрировали. Оказалось, что их так 11 тысяч, как 11 тысяч и было. Из них около 900 человек за 10 лет умерли. Из этих 900 человек ни один не умер от радиации. Все они умерли от пьянства. От пьянства, понимаете? Потому что люди, которым это дело внушили, им платили довольно большую пенсию, прибавку за это все. Все это пропивалось, они все от этого дела умерли. Поэтому я еще раз говорю, уважаемые соратники, нет и быть не может ни одной положительной информации в пользу алкогольного яда для человека. Это открыли не мы, это открыла наука. И те, кто говорят, вот слышали там, говорят американские ученые, что красное вино полезное. Мне вспоминается один бордель, на котором было написано. Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. В малых дозах полезен в любом количестве. Пожалуйста, заходи и пей.